Выходное пособие у нас выплачивается по статье 44 экзота и опять же, мы все знаем обычно, что оно выплачивается при сокращении штата или при сокращении численности. Кстати, это немножко разные понятия, мы можем в штат ставить численность работников сократить или сократить вообще штат. У нас есть еще случаи, когда работник уваляется и ему нужно выплачивать выходное пособие. В размере среднего месячного заработка оно выплачивается, в частности, при прекращении трудового договора в связи с отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием или отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда. Что это может быть? Например, работнику сокращают рабочий день, не сокращают, а делают, вводят неполное рабочее время на предприятии. Это многие делали, когда у нас был финансовый кризис и вводится неполное рабочее время. Это изменение существенных условий труда. Работника предупреждают за два месяца. Через два месяца я работать на таких условиях не хочу и увольняются по статье 36, частью 6 в зот. В этом случае ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Дальше. При расторжении трудового договора с изменениями в организации производства, при банкротстве, ликвидации, реорганизации, при сокращении штата или численности работников, как мы уже сказали, при расторжении трудового договора по причине выявления несоответствия работника, занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, предшествующей продолжению данной работы. То есть, если у работника справка, и он там какая-то инвалидность или что-то еще, и он не может больше продолжать работу, которую он выполняет, и увольняется он по части 2 статьи 40 в зот, и тоже получает выходное пособие в размере среднего месячного заработка. При отказе работника в доступе, работник в доступе государственной тайны, ну, я думаю, что у вас, наверное, нет таких случаев, да? И при расторжении трудового договора, когда принимается на работу работник, который восстановлен, раньше был уволен и восстановлен по решению суда. Не знаю, были ли у кого-то такие случаи, у нас очень часто звонят с такими ситуациями, когда работников уволяют по статье, а они идут и восстанавливаются. Допустим, месяц он гулял, а потом он идет и привлекает хороших юристов, восстанавливается, а принят уже на эту должность другой человек. Мало того, что этого должны взять на работу, и того другого должны уволить, и еще тому другому, которого приняли, должны выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. И размер, который предусматривает коллективный договор, но не меньше трехмесячного уже среднего заработка, выплачивается, когда работник уволняется, потому что собственник или помощное им лицо, директор, например, нарушает законодательство о труде или коллективные договоры. Если работник захочет уволиться в такой статье, например, ему не выплачивают заработную плату, систематически задерживают ее выплату и так далее, то он в этом случае должен еще получить трехмесячный размер среднего заработка в виде выходного пособия. Теперь как считаем? Считаем мы на основании пункта 2, порядка 103, абзац. Последние два месяца работы предшествующего иния. Если последние два месяца работы работник не работал, берем предыдущие два месяца работы. Если в эти два месяца работник не работал ни одного дня, расчет делаем, исходя из установленной тарифной ставки или окладок.